Сверское ущелье, вот как называется, куда мы идем. Переходим, смотрите, впереди, какая прелесть, улочка спускается. Залюбуешься, красота. Потом будете просматривать. Да я всем буду показывать, у меня на ютюбе все это. Вот, видите, сверская, телефон. И можно здесь номер тоже взять, заказать, забронировать. А может даже и сразу выкупить. Вот такие красоты. О, там он как красиво. Горы, которые нас окружают, это Кавказские горы, точнее, троги главного Кавказского хребта. Если мы рассматриваем горную систему Кавказ, то мы говорим, что он делится на три части. Центральный, северный и западный. Мы находимся на территории Западного Кавказа. То, что подходит к берегу моря, это называется отроги главного Кавказского хребта. Породы, с которых сложены отроги, они называются осадочными по геологии. Это объясняется тем, что они формировались на дне океана Тетис. То есть, если мы вообще переносимся на много миллионов лет назад, мы говорим, что мы гуляем по дну океана Тетис. Со временем, когда начинаются горообразовательные процессы, да, суша поднимается и так далее, море меняет свои уже, значит, мы говорим, границы. И вот когда-то Кавказские горы вырисовывались в виде островов. Если вы выходите на берег моря, и вы там что видите? Гальку, дресс-вул, песок, мелкие какие-то фракции, то... Придж меня, фотографируйте мою горько. Я бы встал там наверху. Давайте, мы следующий. Приходите в четверг, мы по четвергам ходим. Каждый четверг. Мы выходим на берег моря. По геологии это последние 10 миллионов лет. То есть, когда идет разрушение горных пород, мы идем с вами в горы, мы поднимаемся, мы трогаем эти породы в разных местах по-разному. Есть и 30, и 70, и 90, и за 100 миллионов лет назад породы, которые формировались. То есть, мы с вами уже во временных отрезках путешествуем. При этом нам не надо никакую машину времени изобретать. Когда геологи сравнивают наши отруги с слоеным пирогом, ну, пока ты этого не увидишь, ты не поймешь. То есть, одна порода наслаивается на другую. Но, когда мы там с вами дальше будем гулять, я на этом сделаю акцент, вы увидите, в одном месте породы стоят почти вертикально. То есть, это говорит о том, что тектонические подвижки были очень сильными, кора земная вздымалась и вот в таком положении застывала. То есть, и смотрите тоже, как интересно, да, ну, вы уже, наверное, с балконов смотрели, любовались нашими горами, да, колхидский лес, который покрывает склоны. Так вот, смотрите, как все разумно и правильно в природе. То есть, там, где лес, он держит склоны от разрушения. То есть, там, где участки оголяются, эти места начинают очень активно разрушаться. Ну, мы не говорим не только от дожди, но и солнце, и ветер, и так далее. И вот то, что мы с вами видим, вон, видите, везде посажены сосны. Сосны – это искусственные посадки. То есть, их высаживали для того, чтобы укреплять склоны. И второй момент – это, чтобы усилить эффект климатического лечения. То есть, в советское время посадки делались эти цели направленно. Все, движемся по терминусу. Как бы вам жарко не было, как бы солнышко не светило, пожалуйста, не раздевайтесь. Вы буквально разденетесь на 5 минут, схватите это солнышко трехминутное, а потом будете болеть. Свершское ущелье. Вон, и русалочка здесь. Я не могу выбрать разбуду. Ты на обед меня реакции никакой. Ну, что вам? Значит, те, кто у нас имеют удостоверение, пожалуйста, вот сюда, в эту сторону отошли. Смотрите, вон там скамеечка, вон там скамеечка. Вот там макет дольмена. Не настоящий дольмен. Кто знает, что это такое хорошо, кто не знает, сейчас расскажу. Мешотка тут. О, что там такое? Глядите. Такой прудик. С драконом, с яйцами. А сколько нимфей. Какая тут будет красота, когда они зацветут. Скажут, наверное, нам расскажут, что это такое. Ой, прозрачная водичка. А вон там такая красота. Вот такая пререзь. Это настоящий дольмен, это макет дольмена. Потому что дольмен на машинке стоит от того места, в чем мы будем, еще 3 километра в город. И поэтому люди, которые не знают, они лезут, потом говорят, что мы сюда перлись, вообще непонятно. Поэтому здесь поставили макет дольмена. Ровесники египетских пирамид встречаются по всему миру. Аргентина, Португалия, Испания, Франция. Вот здесь представлены дольмены по их составу. То есть они бывают плиточные, когда из отдельных плит собираются. Они бывают корытообразные, они бывают монолитами. Но до сих пор изучали дольмены долго и много. Но до сих пор вам никто не скажет, почему дольмены, для чего они были построены. Кто строители, тоже вам никто не скажет. Но надо же, не очень так повезло. Дождик капает. По таким камушкам идем. Микрофон я сегодня не забыла взять с собой. Он зато очень здорово передает мое дыхание, которое не так уж и слышно. А вот микрофон будет под дыханием. И вам кажется, что я сильно задыхаюсь. На самом деле, ну, конечно, не как в молодости я вышла. Но я не так сильно задыхаюсь, как микрофон передает. Потому что он прям вот возле рта, можно сказать. Прелесть такая, прелестная. Какая же красота. Смотрите. Прелесть. Да, это скала. Обратите внимание на противоположный склон. И мы говорили о том, что горные породы могут стоять горизонтально, вертикально. Вот в этом месте, как бы, мы это можем наблюдать с этой стороны, вот там, возле моста. Сразу хочу сказать. У нас присутствует такое явление, как карст. То есть, когда горные породы растворяются водой. Посмотрите внимательно. Вы видите, что там капает вода? Откуда она берется? Здесь ни водопада, ни ручейка нет. То есть, вода промывает воронки, паноры, всевозможные ходы. И таким образом она выходит наружу. Когда у нас решили проверить, где карст, ну, то есть, насколько это все изрезано водой внутри нашей Кавказской горы, да. Район горы Ахун. Все ее знают, Костинский район. Наверху налили воду цветную. Выходы были в районе Дагомыса. Это Лазаревский район. И в районе Олимпийского парка. Это там, где находятся стадионы. То есть, вы представляете, что это целый подземный мир, который еще очень и очень не изучен. То, что мы с вами видим, голубые цветы, когда говорят незабудки. Нет, это амфалот из Кальпадокийский. Незабудка имеет немножко другое строение. Жирные породы, которые здесь представлены. Печальник, архелит. Известняк, что уж породы, которые тогда происходят. Печальник. Печальник. Продолжение следует... 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 О, вот это мощь, стоило сюда идти. Мы идем очень аккуратно, фотографируемся. Смотрите, тут мощь. Ой, нереально, да? Другой мир. Вот это да! Стоило сюда задыхаться и идти. Сейчас я вам покажу, как тут. Глядите. Фу, а вон наша группа. Мы куда-то попали вообще в другое измерение. Ой, смотрите. И может быть даже интереснее, что дождь. Вот это да! Давайте я фотографирую. Не надо? Нет, у меня вон туда. Все хотят фотографировать. Держите. Несколько раз? Да, несколько раз снимали. А можно попросить вас скинуть меня? Я вас сняла? Нет. Просто... Я вам дам где. Да, уже отходите, дайте нам снять. Мы идем напротив вас. Мы же не можем вам не снимать. Спасибо. Я-то других только сняла. Сама еще не снималась. Спасибо. Давайте. Идите. По дверям ходи. Так. А где у меня Сережа? Идите. А сейчас вот здесь. Вот здесь снималась. Смотрите. Прелесть. Вот такой водопад там. Такая прелесть. Видите? Вот такой водопад там. Идем. Вот. Такая красота. Наташа, давай сниму. Так быстро и назад уже. Ой, вообще, да как другой мир. А мне кажется, наоборот, в такую погоду. Мне кажется, наоборот, еще романтичнее и еще симпатичнее, что такой дождь. Ну да, но дело в том, что мы уже успели выйти. Давайте походите. В такую погоду, в такую погоду сюда не войдут. А нам повезло. Мы успели пройти какую-то часть пути, и дождь начался. И поэтому мы... Людям надо сейчас пройти. Ты туда не ходил? А там прям футу шесть. Поехали. Не знаю, что там. Вот там наверху держитесь за поручни, очень скользко. В принципе, вот тут на водопаде наша экскурсия заканчивается. Но пока все отсюда не выйдут, я буду вас караулить здесь. Кто не хочет, можете выходить. А что, вас еще раз поведут? Пошли. Все, расходимся, кто куда. На выходе нас и считают. Господа, мы туда или туда? Мы туда. Пропускайте. Держи тогда мой зонт тоже, чтобы я могла нормально фотать. Иди вперед. Еще раз я пошла. Вон, народ ушел. Ой, Сереж, смотри. Вообще потустороннее какое-то другое измерение. И то, что дождь льет, это еще вообще нам повезло. Она говорит, такую погоду сюда не водят экскурсии. А нам повезло, что мы успели пройти большую часть пути. Вот, смотрите, тут вот так. Вот. Вон туда прям вниз спускаться можно. А дальше уже нет дороги. Вот вниз чуть-чуть. Вот, смотрите, сейчас впереди откроется. Сереж, слева гляди налево. Смотри, смотри, какой вид открывается. Ой, мне повезло, я второй раз пошла. Ура. Нормально. Так, если кто, все, меняемся местами. Давай я тебя щелкну. Или не надо на фоне? Не надо. Все, потом наснимались, тихо не снимали. Ну, мне бы хотелось без дядечки. Вы можете наклониться ненадолго? Ненадолго? Да. Спасибо. Ну, все, пойдем. Тебя давай сниму. Иди туда. Все. Пошли. И Сережу сняла. Смотрите, и дождь, и водопад, и вот так вот тут. Ну, все, я даже уходить отсюда не хочу. Здесь уже скользко как стало. Вот здесь вообще грот такой заманчивый. Я в гроте стою. И ведь как-то это вот сделали. Вот эти мазки закрепили в горе. Сейчас попробую еще вот так себя снять, как мы идем. Вот так вот мы идем. Все. Не торопясь. Кто устал? Сели вот там на поляночке под навесом, отдохнули. Хотите меня ждите, но я пока все не буду. Красота. Ой. Кажется, уже после такого уже больше чудеснее. Ничего не может быть. Да. Вы еще себе скатайги не будете. Какие места красивые. Очень давно. У нас тоже есть вот такие канюны, белая глина. А Валдмир есть. Только нет водопада. Спасибо. Ой. Ой. Не, вообще как будто другое измерение. Я говорю, каждый уголок по своему прекрасен. Ну это да. Но каждый раз я все поражаюсь. Каждый раз что-нибудь увижу и мне кажется, уже все. Уже лучше не может быть. Уже все. А все лучше и лучше. Чем дольше живешь, тем удивительнее жизнь. Все равно мы не все успеваем посмотреть. Да нет, конечно. Наверное, одну какую-нибудь миллиардную часть и то. Но вот зато пока туда ходили, дождя не стало выдержать. Давайте я вас подождите. Да, да, да. Придержу. Держитесь за мою руку. И вы за меня держитесь сзади. Вот так мы пробираемся друг к дружку. За руки, за спину и за попу. Мне хочется вот поснимать там впереди. Смотрите, какая красота. Да, говорю, пока мы ходили уже. Ой, как там красиво. Оглянитесь все назад. Ахахах. Мне прямо уходить не хочется. Ой, а про воздух я вообще молчу. Вот сюда монетку надо бросить, чтоб вернуться. А с другой стороны, мне кажется, вот уже это будет неповторимо. Потому что чтоб и дождь такой шел. И чтоб вот так было здорово. Как же хорошо. А я еще думала идти мне сюда или на следующий раз отложить, сходить на, как там, курс лечения. Сережа, не зря я пожертвовала. Как это называется? Лечебной гимнастикой. Да, лечебной гимнастикой. Вы можете перенести. Я тоже так пожертвовала. Вы можете перенести и просто подойти, а не вам на другой день перенести. Да ладно. Обойдусь. Вот это вот, лечебная гимнастика. Да, мне тоже кажется, что это вот лучше гимнастики не бывает. Я бы и завтра сюда пришла и послезавтра. Это вот лютики, я так понимаю, только они гораздо крупнее, чем наши лютики. Двадцать минут пятого, ой, эти ароматы. Двадцать минут пятого. Ой, что вот это пахнет? Хорошо, как пахнет. В чем? Травы сено. Когда вот сено паскивает, то свежий запах такой. Трава такая. Красиво. И солнце засветило. Ой, а мы уже дошли. До нашего стана мы дошли уже. Вот так вот тут уже. Ой. Девочки, а нам можно уйти, да? Да. Она сказала. Я вас буду всех ждать, просто она не знает, сколько там осталось. Нет, она там видит, сколько там осталось. Угу. Да, 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 да. Я вот в этом самом, на скале, она как-то тут маловато будет. Ой. Пошли, Сереж, дальше. Мы не заблудимся. Назад. Мы не заблудимся. Да. Вправо, влево. Ой. Вот тут вот, не дай бог, если на камушек копчиком, все. Тем более я сегодня. Ой. После массажа. Это что-то. Ой, я довольна, Сереж. Я довольна. Главное. Ты доволен? Да. А ты ведь пошел только из-за того, что мне не смог отказать. Я так видела. Я видела по твоему лицу, что тебе не хочется, но ради меня ты пошел за мной следить, чтобы со мной ничего не случилось. Так, вот тут. Смотрите, какие цветы. Красота. Цветам тоже повезло здесь, на бережочке, такого чуда вырасти. Нам еще три с лишним километра, по-моему. Сереж, сколько три километра или с лишним домой? А, в одну сторону три. Ну, зато полюбовались. Ой. Я зато узнала еще одно главное чудо света. Каждый день тут чудеса, чудеса, чудеса. Вот такая дорожка и здесь вот такая речка. Интересно, как она называется. Ущелье называется Свирским. Какие-то цвета. А, типа ромашек. А, это, наверное, типа... Не знаю. Кто знает, напишите. Смотрите, какие как одуванчики и вот такие листочки. Я не знаю. Ну, не мать и мачеха же, а может быть и мать и мачеха. Жаль, камера не передает ароматы, запахи. Ой. Хочется дышать и дышать полной грудью. А ведь у меня после массажа третий день такой крутой массаж, где я губы аж зубы сжимала, чтобы не стонать, не кричать. И вот после этого массажа думала, ладно, в следующий раз пойду. А потом думаю, а вдруг в следующий раз дождь будет, потому что нам сразу объявили. Сегодня погода хорошая, без дождя. Идем все. Короче, желающие идут в Свирское ущелье. Поэтому вот они, цветы. Вот такие вот. Это как раз те, которые были как у ладончиков. Пушок такой. А я вообще никакая была. Все тело у меня болело, Сереж. Как я лежала трупом, а сейчас я что-то такая. Как козочка горная. Куда что подевалась. Излечилась от последствий массажа. Дорога все-таки, тропа сложновата. Ой, с нами даже те, кто пошли. Некоторые назад вернулись. Кто раньше, кто с полдороги. А кто вот в последний момент уже назад. Ну, потому что, вот видите, кругом лестницы, кругом камни, булыжники. Ну, вот мы и дошли. Свирское ущелье. Хотела отключиться, птицы поют. Никак не отключишься. Красота на красоте. И красотой погоняет. Сереж, от края отойди вот вместе с асфальтом. Свалишься туда. Ну, вот, а кто знает. Оно вот лежало-лежало. А потом раз и все. Конечно. Зачем по краю идти? Меня нервировать. Экстрим. Ну, вот. Посмотрели еще на одно чудо света. Какую красоту я засняла. Вот ради этого даже стоило заняться ютубом и начинать снимать. Потому что у меня не было вообще привычки снимать. Из-за этого столько чудных мгновений пропустила. Да. За горой уже солнце скоро скроется. За облаками. Ой, а птицы как поют. Топок поiają. Но я suspend тех пор tiles. П 클� компании. Потому что я неил. 、 Крут sabe JO Rot. То любит. Тется Yongcroно It! П�уху их brief. democratic и погибли мент. В Katе, gettin. И так Harvard! Продолжение следует...